Добрейшего всем времени суток. Наверняка многие читали бессмертное произведение Брэма Стокера, которое имело множество воплощений на экране в разные годы. Нежить пьющая кровь всегда привлекала продюсеров, так как тема пугающая. А поскольку люди обожают щекотать себе нервишки чем-то ужасным, то вампиризм в киноиндустрии никогда не иссякнет. Много лет назад в нашей школьной библиотеке кто-то нашел произведение Алексея Константиновича Толстого «Семья Вурдалака». Эта готическая новелла была с успехом прочитана по рекомендации и вашим покорным слугой. Речь сегодня пойдет об экранизации этого прекрасного произведения. Вообще я посмотрел все экранизации этой новеллы, в том числе и отечественную 1990 года. Но больше всех меня, конечно же, впечатлила вольная интерпретация в постановке Марио Баба. В его ленте «Три лика страха» с Борисом Карлофом, а также кинолента «Джорджо Феррони», снятая почти 10 лет спустя после потрясного фильма Бабы. Пересказывать полностью сюжет не имеет смысла, и я рекомендую ознакомиться как с фильмом, так и с повестью самостоятельно. Достаточно отметить, что это довольно-таки самобытное зрелище, наполненное особенностями и колоритом Европы. Сценарий изменен согласно современным требованиям, и действие перенесено в близкое нам время. Но от этого эта жуткая история не перестает быть страшной, как и на момент написания более ста с лишним лет назад. Следует упомянуть, что эта постановка достаточно вольно трактует повесть, оставляя лишь стержень и основные события, упомянутые Толстым. Показана по сути трагедия гибель семейства вследствие вмешательства потусторонних сил, имя которым вампиризм. Хотя я бы сказал, что это некоторая разновидность вампиризма, с сильно размытыми признаками в нашем классическом понимании этого явления. Так что никаких острых клуков, сна в гробу и боязни зеркал. Ровно как и метаморфозы в летучих Микки Маусов мы с вами тут не увидим. Хотя кровушка и прочие ужасы присутствуют здесь ровно в таком количестве, чтобы не надоесть и не превратить ленту в кровавое месиво Made in Italy. Постановщик Джорджо Феррони умело выдерживает атмосферу липкого страха и ужаса, который опутывает главного героя как паук в свою паутину. Не мудрено, что после всего произошедшего кое у кого происходит конкретный сдвиг по фазе и полное форматирование серого вещества. Безумие, к которому в итоге пришел один из героев, своего рода защитная реакция, так как до сих пор явление вампиризма с большим скептицизмом и сквозь пальцы, признается лишь немногими людьми и вследствие чего разум отказывается принимать это. В ленте уделено внимание некоторым тонкостям быта, а также частично показаны особенности погребения поселенцев, кое в небольшом количестве остались еще в тех местах. Думаю, что многое, конечно, выдумано и приукрашено колоритом Восточной Европы. Толстой вообще писал эту повесть, следуя из Франкфурта во Францию, и на русский язык с французского она была переведена лишь спустя 45 лет, так что какого-то непонимания особенных слов или разности менталитетов не было, и итальянцы, скорее всего, читали первоисточник легко и доступно для понимания. Существует мнение, что эта лента является ремейком сегмента из фильма «Марио Бавва. Три лика страха». Эта история так приглянулась Джорджу Ферроне, что он решил ее расширить и дополнить своими задумками. А познакомился Ферроне с первоисточником Толстого уже после просмотра ленты «Марио Бавва». Спецэффекты в киноленте выполнены на достаточно примитивном уровне, хотя и мастером, чьи работы вы могли видеть в лентах «Чужой», «Кинг-Конг», «Инопланетянин», «Близкие контакты третьей степени». Имя постановщика эффектов — Карло Рамбальди. Думаю, что кровь и мертвичина все же не являются коньком гения спецэффектов. Поэтому видна крайняя фальшивость, например, консистенции и цвета крови, или слишком заметная искусственная кожа. Хотя следует признать, что эта фальшивость придает шарм картине, делая ее фантастичной и жуткой. Столь же жуткой является и музыка. С самого начала вступительных титров музыка Джорджо Гаслини не предвещает ничего хорошего и практически сразу вгоняет в мрачно-депрессивное состояние, соответствующее этому фильму. Кстати, мне заглавная тема очень сильно напомнила тему другой легендарной ленты — «Орка», «Кит-убийца». Кому интересно, сравните. Оператор то и дело меняет общий план на крупный и наоборот, показывая выразительные лица актеров. Что можно сказать об актерской игре? Довольно-таки сносная для актерской школы того времени. Есть, конечно, некоторые вопросы по сюжету, но, скорее всего, это недочет сценаристов кинокартины. Вообще не скажу, что фильм полон сюрпризов, но для первого просмотра любителям такого рода кино впечатлений хватит. Лес как место действия — удачная локация. Скажу, что чем-то мне это напомнило по ту сторону изгороди. Да-да, мультфильм. Так как в киноленте «Ночь дьяволов» также не знаешь, что произойдет в следующий момент и кто выйдет навстречу главному герою. Не хочу сравнивать фильмы на тему вампиризма 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х. Это абсолютно разные времена и мотивы, а также технологии, которые использовались при съемке. Но хочу заметить, что есть вечные произведения, из которых трансформировались более современные вкусы и предпочтения любителей фильмов о кровопийцах. Думаю, история, написанная Алексеем Толстым, относится к категории вечных, а постановка Джорджо Феррони – одно из прочтений подобной классики. Прочтение получилось удачным, на мой взгляд. Достаточная приближенность к оригиналу, попытка развить сюжет в наше время с помощью дополнительных событий, готичная атмосфера, таинственная мрачная музыка и слегка корявые спецэффекты Карло Рамбальди. Также в фильме присутствуют немного обнаженки, но это если вы будете смотреть нужную версию фильма, так как их две, и небольшие, но явные отличия по наполнению кадра и степени одетости героини есть. Для кинозрителей лента будет интересной атмосферностью и интересной развязкой. У себя на родине картину многие ругали, называя попыткой воссоздать что-то новое из шедевра Марио Бава, которого в Италии очень почитают и не смеют превзойти. Хотя попытка режиссера Джорджа Феррони достойна похвалы. И что тут скажешь? Эта лента оставляет далеко позади советскую экранизацию 90-го года. Подведу итог этого обзора. Фильм годный, интересный и красивый в кинематографическом плане. Советую всем поклонникам готического, таинственного и потустороннего. Поклонники лента «Вампирах» не проходите мимо этого итало-испанского шедевра. Смотрите фильм в достойном качестве. Дабы оценить цвет глаз героини, чересчур красный цвет крови и лес с полуразрушенными каменными особняками близ итальянского города Лаццо. Благодарю всех за просмотр. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи!